В Рязанской области сотрудники Росгвардии подвели итоги профилактического мероприятия «Осенняя охота». С 15 по 24 августа инспекторы Росгвардии совместно с представителями регионального министерства природопользования и линейного отдела полиции провели рейды по охотничьим угодьям для того, чтобы пресечь факты незаконной охоты и нарушений в сфере оборота оружия. Сотрудники проверили документы и оружие у охотников, а еще напомнили им основные правила, которыми те должны руководствоваться. Все нормально? Все у вас в полном порядке, да. Наход состоялся у вас? Я думаю, состоится. Только первый день, да, приехали? Да, да, да. Нет, были на открытии, а сейчас вот заря самое-самое. Напоминаем вам, что не допускается стрельба по неочевидным мишеням, помните, да? Помню. В направлении людей, соответственно, и места их возможного появления. 40 лет с лишним уж охотимся, так что... На всякий случай? Во время проведения профилактических мероприятий к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, было привлечено 25 граждан. Особое внимание обращено на соблюдение мер личной безопасности, недопущение травмирования в ходе охоты посторонних лиц, нарушение правил транспортировки. При этом особое внимание обращено на недопущение нахождения охотников в состоянии алкогольного опьянения на охоте. Это самые жесткие штрафные санкции, влекущие изъятие оружия и аннулирование разрешения на него. Андрей Банников – заедлый охотник, старается не пропустить ни одного сезона. Он рассказал, как в этот раз ему удалось поохотиться на уток. Была зорька хорошая, будем сказать. Ну, по пять штук мы отстрелили, как подобает каждому в путевке написано не больше пяти. Ну, вот за два дня пять штук вот я взял. Надо отметить, что на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут поохотиться до 15 ноября. На боровую дичь с 15 августа до 31 декабря. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».